добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о наставничестве еще один камень в огород наставничества еще один такой пазл это первое послание коринфянам 4 глава 15 стих апостол павел пишет ибо хотя у вас тысячи наставников во христе но немного отцов я родил вас во христе иисусе благослованием посему умоляю вас подражайте мне как я христу тысячи наставников во христе когда мы говорим о системе наставничества она придумана не нами она придумана иисусом мы говорили об этом что в 28 главе с 18 стиха иисус говорит о том что это суть великого поручения здесь апостол павел говорит что бог посылает в нашу жизнь тысячи наставников но будет один которого можно назвать отцом я понимаю что некоторые из вас думают о том что иисус учил никого не назвать отцами и мы немного поговорим об этом позже но когда апостол павел называет себя отцом он говорит о том что во первых он родил благовествованием то есть он пошел в мир он нашел человека который открыт для евангелия и привел его к иисусу христу и он также несет ответственность заботиться постоянно пребывает в молитве непрестанно думает о своих учениках это поведение отца как свое время писал апостол иоанн вы отцы потому что вы познали безначального вы познали вот это сердце бога отца который не просто и дает искупление не просто омывает дело чистым и отправляет гулять на злачные пажите сердце отца она в том чтобы омыв очистив приблизить и построить вот эти не прекращающиеся взаимоотношения любви сегодня этого как раз не хватает современной церкви сегодня мы приводим людей ко христу и кстати это не настолько уж большой процесс процесс благовестия постепенно затухает особенно в наших странах мы не создаем атмосферу любви в церкви не потому что мы разучились улыбаться и говорить правильные слова потому что мы не строим вот эти семейные родственные отношения как это делали апостолы первого времени как это делал христос для своих учеников постоянно пребывая вместе постоянно заботясь постоянно опекая находясь в непосредственном постоянном контакте и это единственное что не позволяет нам сегодня быть церковью умножающейся нам нужно быть как апостол павел отцами и это сердце наставничество не обучение да когда мы сажаем вокруг себя людей как некий гуру делимся своей сверхъестественной мудростью речь идет о сердце отца любящего и желающего самого лучшего для своих и Субтитры сделал DimaTorzok